В Швеции проходят всякие эксперименты все время, вот на этот раз такой эксперимент. Будут селить пенсионеров с мигрантами. Авторы проекта считают, что это избавит пожилых людей от чувства одиночества, а мигрантам поможет интегрироваться в новой стране и культуре. Как вам вот эта программа, скажите мне? Хорошая программа по взаимному уничтожению и тех и других. Это то, что я говорю, и я не хочу, чтобы это стирали. Я хочу, чтобы это осталось. То есть это, вы считаете, несовместимо? Несовместимо. Несовместимо. Даже ближайшие понимающие друг друга люди с одинаковой религией, с одинаковыми какими-то устоями жизненными, с культурой, происходящие из одного народа, понимающие друг друга без слов. Полуслов. И то не могут уживаться друг с другом. А здесь совершенно противоположное что-то с другой планеты. Они будут жить вместе. Почему? То есть вы считаете, что вот эти пенсионеры будут еще более одиноки, а мигранты еще более отдаленные? Они будут страдать. Пенсионеры. Пенсионеры. И те, и другие обратятся в ярок животных. В природе существует закон подобия. Взаимное сближение, оно основано на подобии. То есть в мире подобия сближаются и наоборот, в мире отсутствия подобия отдаляются. Это то, что существует в простом свободном пространстве. Если ты начинаешь сближать неподобное, то между ними возникают ударные волны, отсутствие равновесия, вплоть до взрыва. Но зачем же это делать? В чем они подобны? Ответь мне. То есть те люди, которые это делают, они вообще не понимают, с чем они имеют дело. Ты это не зальешь ни деньгами, ни виски. Ничего не сделаешь. Вы думаете, никакие психологи здесь не сумеют в работу? Ничего не сделают. Нет. Это работа на несколько поколений, пока они станут подобными друг другу. То есть они приведут к расколу общества, к страшным последствиям. Кто это позволит? Нет. Я бы отдал своих родных в такое состояние, рядом с мигрантами. Эти мигранты тоже ни в чем не виноваты. У них свое стои, свое отношение к жизни. Они по-другому понимают, у них другая ментальность. Они не понимают этих северных европейцев. Они в лучшем случае с Южной Европы, или с Африки, или с Азии. Это ужасно. Кто это выдумывает? Это абсолютное незнание законов природы. Ну вот мне сейчас понятно, что цель эта не достигнута будет, естественно. Нет, это не то, что не достигнута, а не достигнут таких состояний. Там будет полиция дежурить, стоять над каждым. Ну тогда такой вопрос, чтобы завершить вот эту историю. Вот скажите, вот что бы вы сделали, были бы у вас все права и возможности, вот чтобы, я так понимаю, там проблема в Швеции, что одиноки люди, особенно пенсионеры, одиноки. Что бы вы сделали, чтобы они, ну как-то подсластить им вот это вот состояние, чтобы они не были одинокими, вот что, что можно сделать? Шведы, пускай, занимаются шведами. Вот и все, надо взять или молодое поколение, или безработных и так далее, и трудоустроить их таким образом, чтобы были социальными работниками. А вот чтобы мигрантов, как бы, это тоже, я так понимаю, в Швеции проблема, чтобы мигрантов ввести в общество? Мигрантов ввести в общество, это надо очень серьезные занятия с ними с утра до вечера, круглосуточно, для детей, для молодых, для пожилых, и для этого нужно огромное количество людей. То есть с кондачка так это? Нет, нет, это не может рассосаться по себе. Если рассосется по себе, то появятся банды, появятся наркотики, появится, в общем, все то, что появляется. Это только лишь от отсутствия правильного подхода. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok